Квока – небольшое сумчатое животное родом из Австралии. Один из примеров вида, которому грозит исчезновение в суровых условиях страны. Скорее всего, вы уже не раз видели фотографию квоки, разлетевшуюся по интернету. Особенность этого животного в том, что его улыбка может заставить растаять даже самое каменное сердце. И мы понимаем, почему. Квоки известны как самые счастливые животные в мире, благодаря своей улыбке. Когда вы фотографируетесь с ними, кажется, что они говорят фотоаппарату сыр. Может показаться, что они все время счастливы. Но на самом деле, улыбка – это эволюционная особенность, которая помогает им пыхтеть и охлаждаться. В полный рост они размером примерно с небольшую домашнюю кошку. Весят от 2,5 до 5 килограммов, а их длина составляет от 40 до 54 сантиметров. Мех у них короткий, серо-коричневый, грубый и покрывает большую часть тела. На животе мех светлее. Наряду с округлым телом у них черный нос, черные глаза, короткая широкая морда с округлыми пушистыми ушами и короткий, почти без шерсти хвост. У квоков короткие передние конечности и 5 когтистых пальцев, которые отлично подходят для срывания веток, борьбы, лазания и ухода. А задние лапы используются для прыжков. Они способны лазать по деревьям и кустарникам в поисках пищи, а также прокладывать тропы и дорожки, которые они используют в качестве взлетно-посадочных полос, чтобы кормиться или спасаться от хищников. Эти дружелюбные, любознательные животные обычно не испытывают страха перед людьми. Однако это отсутствие страха может быть опасным для них, поскольку они могут заболеть, поедая человеческую пищу, или заразиться болезнями от людей. Лучшее место, где можно увидеть и потенциально пообщаться с квоками – зоопарки. Квоки в основном мирные животные, но время от времени могут возникать драки, обычно между самцами. Несмотря на то, что они послушные и безобидные, квоки реагируют, если им угрожают, провоцируют или нападают на них. Квока вполне способен укусить за палец или руку, если вы не будете осторожны. Будучи в основном ночными животными, а точнее полуночниками, они наиболее активны на рассвете, в сумерках и ночью. Они выходят из своих нор и отправляются на поиски пищи. Из-за недавних массовых пожаров в Австралии, эти существа сегодня встречаются лишь в нескольких изолированных лесах и на небольших островах. Обязательно посмотрите хэштег Квока Селфи, чтобы увидеть самые милые селфи-квоки, которые вы когда-либо видели. Если вам когда-нибудь представится возможность увидеть Квокку, не трогайте, не кормите и не гоняйтесь за ними. Квоки должны просто подойти к вам.